Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как быть мамой с дочкой и как себя вести? Дочке 13 лет считает себя некрасивой, толстой, хотя есть только небольшой животик и немного полноватые бёдра. Но лицо симпатичное, всю жизнь говорю ей, что она самая красивая борьба получала, что только моё видение этим летом на улице знакомый мальчик типа друзья, я сказал, смотри какая она толстая, она это услышала, теперь комплексов ещё больше. Стала носить вещи на два размера больше. Ну смотрите, какая здесь ситуация. Во-первых, дочке, если она считает это проблемой, если её это беспокоит, то стоит обратиться к психологу. В принципе, даже не детскому психологу уже, а обычному. Поработать, поговорить, поконсультироваться. Я думаю, что можно будет эту проблему решить. Это первое. На что хотел бы обратить ваше внимание. Второй момент. Значит, вы говорили своей дочке о том, что она самая красивая. Фраза «самая красивая» – это сравнение. То есть, выглядит это так, как будто вы сравниваете её и говорите, что ты самая красивая. То есть, уже в этой фразе заложено сравнение. Заложена, ну, некоторая такая борьба, если угодно. Есть ощущение, что вы делаете акцент на том, что она самая красивая. То есть, опять же, вы пишите, что всю жизнь говорили ей об этом. Что она самая красивая. И, соответственно, сказать вопрос. Ну, на мой взгляд. Такой вот. Достаточно логичный вопрос. А из чего? Как бы. Из какого чувства вы говорили ей, что она самая красивая? Из какого чувства своего вы ей это говорили? Вот. То есть, какая здесь ваша проблематика? И есть ли она? Вот. Мне показалось, что, когда вы говорили ей о том, что она самая красивая. Вот. Вы говорили ей, в общем и целом, про себя. Вот. Понятно, что могу ошибаться, но вот есть такое ощущение. Дальше. Ребенок заостряет внимание на том, что важно для его родителей. Сознательно, подсознательно, не важно. Соответственно, если ваша дочь беспокоит, так скажем, ну, красота, да? Вот. То, и вы при этом говорите ей, что она самая красивая. То что? Означает, что для вас, вот именно лично для вас, имеет какое-то значение эта самая красота. Хотите, ну, хотите вы этого или нет? То есть, есть элемент, судя по тому, что мы можем видеть, есть элемент неуверенности в себе. Вот. В первую очередь нужно работать именно с этим, с вашей собственной, значит, неуверенностью в себе. Тем, что вы себя, на мой взгляд, обесцениваете. Ну, по сути. Вот. Ну, вы, вероятно, опять же, да, вы, вероятно, как бы с этим, ну, не согласитесь. Вот. Такая вот сквозная, ну, в данном случае сквозная реакция получается. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы помочь вам, во-первых, эту сквозную реакцию увидеть, эту сквозную цепочку увидеть. Вот. Наша задача заключается в этом. И наша задача заключается в том, чтобы вы отделили, чтобы вы отделили себя от, грубо говоря, ну, дочери. Вот. Чтобы вы увидели, что ваши проблемы не есть проблемы дочери. Вот. И чтобы вы увидели, что проблема дочери не есть ваша. Вот. То есть вот это вот разграничение очень важно. Разграничивание очень важно. Вот. И если этого разграничения не будет, то будут сложности, будут трудности. Вот. Ну, мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович рассказал достаточно подробно про какую-то выгоду, да. Достаточно подробно получается мой коллега рассказал о том, как это всё происходит, да. То есть, что вашей дочери выгодно, ну, как бы, жаловаться выгодно, не брать на себя ответственность. И ваша дочь, она получает, ну, давайте, вот, будем честны, да, она получает определённые преференции. С того, чтобы, вот, так себя вести. Вот. То есть, ей, как бы, есть выгода от этого. К сожалению. Вот. Ей из этого выгода, потому что вы на это реагируете, вот, ну, так, как реагируете. То есть, вы делаете это, вот, что называется, ну, своей проблемой. То есть, ну, совершенно очевидно, что это нормально, что родители делают свои проблемы, там, проблемы своего ребёнка. Вопрос в том, какова степень этого, вопрос в том, какие последствия у этого. Вот. То есть, ну, в данном случае, вот, последствия крайне, крайне получаются негативные. Что важно понять? Важно понять, что ребёнок – это ваше отражение. Важно понять, что ребёнок – это продукт вашего воспитания. И если она обращает внимание на свою внешность, вот так, если она обращает своё внимание на сравнивание, то только потому, что вам, вероятнее всего, свойственно сравнивать себя с другими людьми. Вот. Хотите в этого или нет? Вы этого, может быть, не замечаете. Вы, может быть, это делаете, ну, привычным для себя образом. Но, тем не менее, это так. Поэтому, для меня, вот порочный круг, который образовался, порочная такая деструктивная модель поведения, она должна быть скорректирована, в первую очередь, с вашей стороны. Чтобы ребёнок не получал позитивного подкрепления своим представлением. Вот. То есть, подумайте, вот, как живёте вы, да, подумайте, как живёте вы, подумайте. Как организована и образована ваша жизнь. Подумайте, что вы делаете со своей жизнью. Подумайте, как вы обращаетесь со своей жизнью. И так далее. Насколько вы ей удовлетворены, насколько вы счастливы. Вы же, я так понимаю, одна. То есть, я так понимаю, что, как-то вот, ну, у вас, судя по тому, что мы можем видеть, да, у вас, вроде как, нет мужчины. То есть, вы, ну, без, без мужчины. Вот. Это, вот, может влиять. Это может влиять. Потому что девочка учится быть женщиной, в первую очередь, как бы, с эмоцом. Вот. Она, ну, вот, что называется, впервые сталкивается с тем, как быть женщиной именно в контексте, а в контексте отца. Вот. Да, она учится у матери модель женского, женского поведения. Но модель женского поведения, эм, эм, у папы. Отвечаясь на вопрос. Кем? Я являюсь. А у матери, отвечаясь на вопрос. Как? Мне это сделать. Вот. Так вот, мужская фигура, мужская фигура нужна. Вот. Здесь же, здесь же мы имеем то, что, судя по вашему описанию, мужской фигуры нет. Вот. Ну и это, в общем, да, является проблемой, вероятно. И уже от вас зависит, будете ли вы с этим что-то делать, да, или все оставить как есть, и просто, ну, не будете делать, например, ничего, допустим, да, то есть. Просто вот оставить все как есть, и, например, будете, ну, считать, что вся проблема, собственно, в Erieberg, только, только, вот. Что, конечно, является некорректным, что, конечно, является неверным, потому что ребенок, повторюсь, это наше отражение. Вот такие дела. Такой ответ я мог бы вам дать. Сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам нажать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь. Ак data нет проблем ответа. Удачи от наш нас о том, что это допустимой исчения. Продолжение следует...